В эфире АЭС-ТВ, главная информационно-аналитическая программа «Итоги дня» в студии Марина Беклемишева. Здравствуйте! Вместе с вами в прямом эфире мы обсуждаем главные события в Иркутской области, России и мире. И начинаем с главной темы последних дней – это коронавирус и все, что с ним связано. В Иркутской области введен режим повышенной готовности. Власти предпринимают все меры, чтобы не допустить распространения инфекции в нашем регионе. Обо всех новостях и ситуации с коронавирусом в мире, стране и области мы будем рассказывать в специальной рубрике. И начинаем с брифинга в правительстве области. Паниковать не надо, а вот готовиться необходимо. Все меры сейчас превентивные, чтобы не допустить распространения нового коронавируса. Инфекционный стационар в Иркутске рассчитан на 400 коек. К тому же сейчас обследуют стационары в муниципалитетах региона, чтобы жители смогли получить помощь везде. На сегодняшний день эпидемическую ситуацию в области оценивают как благополучную. Находятся под наблюдением жителей Иркутской области, приехавшие из Вьетнама, Таиланда, Австрии, Испании и Италии. Практически у всех у них уже есть одно-двукратные отрицательные результаты на коронавирусную инфекцию. У двоих пациентов еще результаты, которые поступили вчера, мы еще не получили. На особом контроле находится заболеваемость с небольничными пневмониями. По состоянию на текущий год, вот за первый квартал этого года, заболеваемость с небольничными пневмониями не имеет тенденции к росту. Заболеваемость на уровне прошлого года даже немножечко ниже. Иркутский аэропорт работает в режиме санитарно-карантинного контроля под наблюдением 230 рейсов. Врачи и специалисты Роспотребнадзора призывают всех жителей к ответственности. Прежде всего это относится к самоизоляции. Лица, прибывающие из неблагополучных стран, должны прибывать в 14 дней в режиме самоизоляции. Даже если нет симптомов заболевания. То есть необходимо оставаться дома, минимизировать контакты. Необходимо обращаться по горячей линии, передать все сведения о месте, дать пребывание, возвращение и всю контактную информацию. Мы как раз эту ситуацию мониторим и по мере каких-то сбоев мы будем ее регулировать. И конечно же самое главное, чтобы цены сегодня не взлетели. И все, что связано с повышением цен на более чем 10%, мы конечно будем разбираться в данной ситуации и это дело регулировать. Не нагнетать панику областные власти просят и на продуктовом рынке. Запасы есть, поставки регулярные, дефицит пока не грозит. Но сегодняшний магазинный ажиотаж может вызвать его искусственно. Ирина Благрева, Константин Синицын, АСТВ. Министерство иностранных дел призывает россиян вернуться на родину, но это оказывается не так-то просто. Закрыты границы, рейсы на которые куплены билеты отменяют. История о том, как иркутяне выбираются на родину в нашем следующем материале. Просим всех, кто оказался в сложном положении, незамедлительно связаться с ближайшим российским загранучреждением, посольством, генеральным консульством и сообщить о себе и своей ситуации, включая местонахождение и прочие необходимые данные. Там, где еще сохраняется возможность выезда в Россию, настоятельно рекомендуем воспользоваться ею, независимо от видов транспорта и пересадок. Именно так звучит официальное послание МИД России. Вернуться, несмотря ни на что и даже вопреки. Вот только как это сделать, пока никто толком и не рассказал. Рейсы авиакомпании отменяют повсеместно. Иркутянин Олег Троицкий с семьей оказался в самом эпицентре пандемии в Италии. Последние новости у нас такие. Отменили рейс из Рима в Москву. Написали письмо, что они вернут деньги. Но из Италии выбирайтесь как хотите сами. Хотеть, как говорится, не вредно. Но вот улететь, когда не летают самолеты, крайне проблематично. Страны Шенгенского союза уже закрыли все границы. Ситуация в Азии тоже непростая. Евгений Шоев, иркутянин, который несколько месяцев назад отправился в кругосветное путешествие, а попал в кругосветную эпидемию, вынужден завершить свою поездку. Вот только вернуться на родину пока не удается. Специально для нашей телекомпании он записал интервью из Лаоса. Очень большие проблемы создают авиакомпании. Они увеличили цены на свои билеты. Если еще пару дней назад я мог купить билет из Бангкока до Иркутска за 21 тысячу рублей, сегодня 40 тысяч рублей, что будет завтра неизвестно. Самое интересное, что когда люди покупают билеты, и я знаю таких людей, когда они купили билет, они приехали в аэропорт, а за несколько часов до вылета им сказали, извините, ваш рейс отменен, а деньги авиакомпания обязательно вернет, но только в течение всего 2020 года. И получается, что у людей нет ни денег, ни билетов. Вот так вот измеряют температурку у нас всегда. Да, окей? Все хорошо. Между тем, соседям в Таиланде ситуация кажется более или менее спокойной. Границы этой страны пока не закрыты. Светлана Клименко вместе с семьей несколько дней назад улетела туда отдыхать. Если бы мы не знали, что мы не смотрели бы новости, и даже в голову бы не пришло, что где-то в мире происходит какой-то апокалипсис, что люди садятся на карантин и так далее. Все абсолютно спокойно. Но Минздрав России и Министерство туризма настоятельно рекомендуют всем туристам вернуться домой в Россию, и, видимо, нам придется это сделать. Ситуации разные, но тем не менее, сейчас по подсчетам рост туризма за границей находится порядка 100 тысяч российских туристов. Между тем, все новые и новые страны закрывают свои границы. Сегодня ограничения ввели в Доминикане. Накануне границу закрыла республика Чили. Страны Евросоюза запретили посещение. Кроме того, въезд уже закрыт в КНР, Италию, Монголию, Корею и Иран. И этот список может пополниться в любую минуту. Екатерина Нерушкина, Аист ТВ. Тем временем из-за угрозы распространения коронавируса в Иркутской области отменяют и переносят все культурно-массовые мероприятия. Распоряжение регионального Минкульта вступит в силу с завтрашнего дня. Закроют все учреждения культуры. Театры, музеи, галереи, концертные залы, библиотеки. Показы спектаклей и концерты перенесены на неопределенный срок или вовсе отменены. Международный фестиваль «Джаз на Байкале», который должен был пройти в Иркутске в апреле, перенесли на ноябрь. Информация о возврате билетов размещена на официальных сайтах иркутских театров. Зрителям вернут деньги или предложат дождаться показа спектаклей после снятия ограничений. Что касается гастролей известных артистов, многие из них тоже не состоялись. Большинство выступлений перенесли на неопределенный срок. Билеты зрители также могут сдать или воспользоваться ими, если звезды все-таки приедут в Иркутск. Получается, по концертному бизнесу коронавирус ударил финансово. Вот что нам рассказал импресарио известного концертного агентства. «Вложенные деньги увидим, видимо, теперь только осенью. Предварительные расходы, оплата гонораров, покупка авиабилетов. Надеюсь, что с минимальными затратами удастся все провести по осени. У многих артистов уже до следующей весны все расписано, но пока что все идут навстречу и с пониманием относятся к этому». И сегодня об отмене всех культурно-массовых мероприятий в регионе поговорим с заместителем министра культуры и архивов Иркутской области Русланом Дичуком. Руслан Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Вот мы уже увидели, как концертные агентства терпят, можно сказать, бедствия, и финансово по ним ударила отмена этих мероприятий. Я, как зритель, расстроилась, потому что я очень долго ждала, когда меня дойдет очередь с билетами в драматический театр. И в марте в конце я должна была пойти, и в итоге придется мне снова несколько месяцев ждать. Я надеюсь, что все-таки спектакль состоится. В нашем регионе коронавирус еще не выявлен. Но тогда почему такие жесткие решительные меры? Ну, как вы знаете, сегодня угроза уже находится на территории России, и поэтому у нас в правительстве Иркутской области принято решение о создании штаба. Вчера, как вы знаете, временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ. Соответственно, нам дано прямое подчинение ограничить количество культурно-массовых мероприятий. Поэтому здесь мы находимся в прямой подчинении, в прямой логике этих документов. Кроме того, у нас есть рекомендации Министерства культуры Российской Федерации, рекомендации Роспотребнадзора. Мы этим документами и пользуемся. Что касается вашего билета, я думаю, вы не должны расстраиваться. Эти концерты не прекращены, они просто перенесены. Я думаю, вы сможете, конечно же, посетить свой спектакль, на который вы купили билет. Но вот эта мера отмены всех культурно-массовых мероприятий, она надолго или на неопределенный пока срок? Ну, что касается отмены, здесь говорить тяжело. Наверное, будем понимать, как будет развиваться ситуация. Но мы надеемся, что этот вопрос не коснется Иркутской области. И здесь мы, конечно, на сегодня уже отменяем порядка 30 мероприятий областных до конца марта. Поэтому здесь будем смотреть по обстоятельствам. Но как вариант, конечно же, в середине апреля, если все будет благополучно, мы вернемся в нормальное русло работы. Ну, если финансово по концертам, естественно, ударил этот запрет, то есть люди тратили на рекламу, на привоз артистов и так далее, то вот насколько финансово ударит этот запрет по нашим театрам и музеям? Потому что, получается, все равно часть людей все равно пойдет сдавать билеты, потому что им другие даты, например, не подходят. И, в принципе, вот этот месяц простое. Да, действительно, конечно, театры и музеи понесут убытки, это естественно, потому что это основной их доход по их деятельности. Но здесь, конечно, необходимо отметить, что наши театры и музеи, они государственные, и они в первую очередь финансируются за счет бюджета Иркутской области. Поэтому мы здесь подставим плечо нашим учреждениям, конечно, в этой ситуации поможем, чтобы до конца года в нормальном режиме они смогли проработать без потрясений. — И все-таки у театров, музеев, тем более государственных учреждений, областных, у них есть план на год. Там определенное количество выставок и даты тоже очень строго оговорены, определенное количество премьер. Получается, что дальше им придется работать в ускоренном, усиленном режиме или продлевать, например, театральный сезон? Или им все-таки простят вот это? — Нет, здесь, конечно, у нас есть понимание, что здесь есть объективные причины. Как я сказал, порядка 30 мероприятий мы будем отменять. Но здесь не считаю те ежедневные мероприятия, которые проводят театры, музеи, выставки. Даже их здесь не считаю. Но, конечно, мы пойдем навстречу нашему учреждению культуры. Здесь есть рекомендации федерального министерства. Мы называем это госзаданием. Это госзадание будет скорректировано до конца года. Соответственно, мы без потрясений сможем этот год закончить в нормальном режиме. — Понятно, что закрывают театры, где скопление людей больше 50 человек, закрывают открытия выставок, массовые концерты. А что касается просто музея, где, например, за раз может быть меньше 50 человек, но все равно не принимают они сейчас? — За раз может быть и меньше, но в целом, конечно, будет намного больше. Здесь необходимо отметить, что музеи пользуются популярностью среди туристов, иностранных, прежде всего, туристов. Поэтому здесь мы приходим к рекомендациям Министерства культуры Российской Федерации, где напрямую нам было рекомендовано прекратить деятельность, посещение музеев. Но здесь необходимо отметить, что мы будем надеяться, что это временная мера. — То есть с завтрашнего дня попасть в музей уже будет невозможно? — Да. В областные музеи, да. Что касается муниципальных музеев, здесь муниципальное образование на сегодня принимает решение также вместе с нами и готовится к этой работе. — Хорошо, мы сейчас посмотрим как раз сюжет о том, что же делать, если вы оказались дома и никуда ходить нельзя, потому что все учреждения культуры закрыты, места массового скопления людей лучше не ходить. И чем же заняться тем, кто любит проводить свободное время в театрах, музеях, библиотеках или на концертах? Выход есть. Многие музеи и галереи мира подготовили бесплатные виртуальные экскурсии и туры. Мы изучили самые интересные и можем заверить, это весьма захватывающее и увлекательное зрелище. Остается только добавить, что интернет в период пандемии жизненно необходим. Пять часов, девятнадцать минут и двадцать восемь секунд блаженства для эстетов и ценителей искусства. Путешествия по Эрмитажу сняли одним дублем в разрешении 4К на современный смартфон. Мы увидим 45 залов и около 600 великих произведений из коллекции легендарного музея. Удивительное медитативное зрелище создано для того, чтобы не спеша насладиться путешествием. Сегодня Эрмитаж закрыт для посетителей, но доступен онлайн на официальном сайте. Закрытые Третьяковская галерея и Русский музей. Но благодаря проекту Google Arts and Culture нам абсолютно бесплатно доступны изображения произведений искусства с высоким разрешением, а также презентации и виртуальные туры. Достаточно просто загрузить приложение в телефон и путешествовать из галереи в галерею, будто границ между странами и вовсе нет. 850 музеев мира. Хотите? Посетите галерею Уфицы во Флоренции. А после можете заглянуть в Амстердам в гости к Ван Гогу. В Нью-Йорке почти у всех музеев есть онлайн-экскурсии, виртуальные туры, лекции, интервью с художниками. За просмотром этих видео вы не заметите, как пройдет карантин. Венская опера проводит прямые трансляции во время отсутствия зрителей, так что послушать классическую музыку в живом исполнении можно и через свой мобильный или компьютер. Метрополитен опера тоже анонсировала бесплатные прямые трансляции. В понедельник, например, увидим Кармен, а 22 марта Евгения Онегина. Не отстает и наш Большой театр. Прямой эфир балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» состоится 29 марта. Российские онлайн-видеосервисы предоставляют бесплатную подписку зрителям, которые находятся на карантине. Не для этого представители сервисов просят лишь фотодоказательства нахождения дома, а некоторые и вовсе предоставляют подписку по промокоду. В этом обзоре мы не осветили и половины возможных вариантов времяпрепровождения в период пандемии. Конечно, онлайн-путешествия не заменят нам эмоции и впечатлений от настоящих приключений. Но переждать трудное время точно помогут. Марина Беклемишева, АЭСТ-ТВ Да, Руслан Александрович, ну мы с вами посмотрели сюжет. А вот наши региональные учреждения культуры что-то подобное придумали для людей, которые сейчас не могут туда попасть? Ну как раз вот в пору того, что мы закрываем наши учреждения, мы сегодня настроены на такую работу, чтобы провести дополнительно какие-то онлайн-мероприятия, чтобы наши зрители, наши посетители смогли в полную мере воспользоваться учреждением культуры. Но здесь, конечно, необходимо отметить, что уже на сегодня есть онлайн такие туры на наших сайтах, наших учреждений, это на музее Тальцы, на краеведческом музее, на сайте краеведческого музея, на сайте нашей областной библиотеки, на сайте юношеской библиотеки. Поэтому наши посетители могут воспользоваться такими сервисами и в полной мере посмотреть всю необходимую информацию. Здесь, конечно, еще можно сказать, что на сегодня очень актуальный сайт культура.рф. Это сайт с большим-большим наличием онлайн-ресурса. Это видеосъемка как театральных постановок, как концертных программ, лекций, онлайн-книги. Поэтому здесь на сегодня большой представлен широкий круг. Вы в своем сюжете хорошо показали. Поэтому сегодня большой круг представлен онлайн-ресурс, который можно с удовольствием воспользоваться. Здесь, конечно, сбалансировать закрытие наших учреждений таким способом. Ну вот онлайн-сервисы для просмотра фильмов тоже предоставляют сейчас людям бесплатные промокоды. А что касается кинотеатров? Вот у нас народ же любит ходить в кино, и я так понимаю, что им просто рекомендовано не проводить сеансы? Да, действительно. В основном сегодня киносеть представлена, даже если говорим про Иркутск, коммерческими организациями. Но в своем указе в РИО губернатор Иркутской области Игорь Кобзев четко предложил этим организациям также следовать этому совету. Но мы думаем, что они будут придерживаться этим рекомендациям и тоже пойдут навстречу и ограничить свою работу. А если говорить о сотрудниках учреждений культуры, не по их витевине прервалась их деятельность, то есть зарплату в полном объеме получат? Да, мы сегодня прекращаем посещение учреждений культуры, но не значит, что учреждения прекращают свою работу. У нас есть чем заняться в учреждениях, это методическая работа, научная работа, это репетиции. Поэтому здесь работники будут в полной мере задействованы. Сегодня мы провели утром совещание с директорами областных учреждений, и мы договорились, что максимально примем меры, чтобы не допустить никаких казусов. Поэтому здесь, я думаю, в этом плане работа будет настроена нормально. Я знаю, что несколько крупных таких мероприятий отменилось. Расскажите о них. Это «Джаз на Байкале»? Да, действительно, «Джаз на Байкале» — это международный фестиваль. Уже 15-й раз он будет проводиться в Иркутске. К сожалению, он совпал на апрель. Но, как вы уже сказали, это мероприятие мы вынуждены перенести. Перенести все-таки его на ноябрь. Поэтому мы его не отменяем, но ждем в ноябре наших любимых слушателей, зрителей на это мероприятие. Билеты, которые люди уже приобретали на гала-концерт, еще на какие-то мероприятия, они будут действительны? Все билеты будут действительны. Действительно, это так. Поэтому здесь не надо бежать в кассу, потому что тоже лишний раз приходить в театр. Зачем это необходимо? Поэтому мы ждем в новый сезон, через месяц. Думаю, что так получится в театр. Поэтому все билеты будут действительны. И, конечно, они смогут посетить театр или концертную организацию. Также мы ждали юбилейный марафон драматического театра к 170-летию. Там целая неделя мероприятий была расписана. К сожалению, тоже переносится. Когда будем праздновать? Да, к сожалению, мы все вместе это ждали. Это наш самый старинный театр в городе Иркутске. Действительно, 170 лет исполняется в этом году. Больший план мероприятий запланирован на эту было неделю. Но мы также вынуждены переносить, но не так надолго. В мае, я думаю, мы вернемся к этому вопросу и сможем провести все вместе. Поздравить театр, поздравить зрителей с этой замечательной датой. И еще я хотела спросить. Мы очень волнуемся, потому что грядет 75-летие Великой Победы, а там точно все мероприятия массовые. Рано еще говорить о 9 мая. И все-таки есть ли какой-то повод опасаться? На сегодня у нас утвержден план мероприятий по празднованию юбилея Победы. Большое количество творческих мероприятий запланировано именно на апрель, на вторую даже часть апреля. Здесь действительно большой риск переноса этих мероприятий. Но на завтра у нас запланирована в правительстве рабочая группа при Орг. Комитете Победы, где мы эти вопросы будем обсуждать. Но я надеюсь, что не придется эти мероприятия переносить, потому что они для нас очень имеют важную составляющую в нашей работе. И для нас они очень ценные. Спасибо, Руслан Александрович, что все нам разъяснили. Я надеюсь, что все люди отнесутся к этому ограничению с пониманием. И здоровья вам, и всем нашим телезрителям. Мы продолжаем выпуск. Не допустить роста цен. Вице-мэр Иркутска Руслан Болотов поручил проверить торговые сети города на предмет спекуляции. Об этом он заявил сегодня на комиссии по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ней приняли участие представители городской администрации, сотрудники МЧС, полиции и Роспотребнадзора. Главная тема обсуждения – обстановка в Иркутске на фоне пандемии и коронавируса. Руслан Болотов поручил до конца недели организовать совещание с представителями торговых сетей, чтобы в том числе обсудить обеспеченность магазинов продуктами питания. Давайте мы все-таки пройдем, посмотрим, что у нас реально происходит сейчас в сети и посмотрим совместно, наверное, если надо будет, пригласим ФАС. Нам нужно с вами определиться, что цена-то расти не должна в конечном итоге. Она и так достаточно серьезно изменилась с начала вируса, и чтобы не было попыток этим манипулировать. Плюс все-таки, коллеги, это создание запаса, который позволит в случае необходимости обеспечивать население. Коронавирус внес свои коррективы в планы спортсменов. По всему миру массово отменяют соревнования и командные сборы. А некоторые крупные международные турниры перенесли на следующий год. Но чтобы не потерять форму, воспитанники иркутских детских спортивных школ продолжают тренировки. Как проходят занятия и какие меры принимают тренеры и руководители? Александр Гаврилов продолжит. Каждое утро начинается с вынужденных планерок. Тренерский состав городской детско-юношеской спортивной школы «Лидер» слушает инструктаж по безопасности занятий в спортивных залах и бассейнах. Спортсооружения теперь обрабатывают в разы чаще. Дополнительно наставники информируют и родителей. Пропускать тренировки врачи не советуют. А самих юных спортсменов стараются чаще проверять на медосмотрах. Не меньше внимания персонал уделяет и гостям ФОКа. Для них прямо на входе поставили флакон с антисептиком. На стендах разместили памятки с инструкцией по безопасности. А каждый сотрудник спортивной школы в обязательном порядке обрабатывает руки, приходя на работу. Вчера, допустим, вам сказала, что нужно выполнить, несмотря ни на что, сделать дезинфекцию, проявить понимание с нашими посетителями, сказать им, оповестить, как они должны себя вести у нас при посещении нашего учреждения. Применяем также все средства, которые мы выставили, и маски, и обеззараживание рук, и поверхности, и полов, и всего, что у нас контактит с посетителями. Главное – обезопасить тренировочный процесс. Чтобы занятия не прерывались, каждое помещение очистит целая команда. Например, бассейн обрабатывают дважды в день специальным водным пылесосом. Режим уборки всех помещений увеличился до четырех раз в сутки. Специалисты меняют друг друга посменно. В настоящее время мы работаем в штатном режиме. Единственное, что к нам поступили рекомендации по отмене всех массовых мероприятий, соревнований. Тренировочный процесс пока не отменяли. Работаем в штатном режиме. Проводим профилактические беседы как с родителями, как с тренерским составом, как и с детьми. Сегодня на утреннюю тренировку по плаванию пришли не все. Многие дети болеют, но наставники сразу успокаивают. Весной это обычное дело. А вот в зале для бокса сегодня больше желающих поддержать физическую форму. Даже отмена всех ближайших соревнований не сказалась на количестве спортсменов. Работает и недавно открытая секция аэробики. Кстати, этот зал для занятий обрабатывают новыми специальными химикатами. Ими также полируют входные двери и коридоры. Сейчас мы более консцентрат усилили и раствор более с высоким содержанием хлора для того, чтобы они боролись с болезненитронными бактериями и убивали их на корню. Прерывать тренировки совсем во многих спортивных школах не планируют. Но даже в случае приказа об отмене у тренеров есть специальные методики для индивидуальных занятий. Александр Гаврилов, Сергей Коваленков, АИС-ТВ Субтитры создавал DimaTorzok Доставка настоящих блюд Своя история. Сегодня мы представляем новую рубрику нашей программы. В эфире каждый четверг будем давать слово жителям Иркутской области. Им есть что рассказать. Каждая своя история полна подробностей, переживаний и сложностей. Первый выпуск посвятили масштабной теме. После наводнения прошлого года в Тулуне люди продолжают жить, расти детей, работать. За этими словами своя история. И конкретно о каждой из них специальный репортаж Яны Романовой. Этому дому Клавдии Исаковны 40 лет и он трещит по швам. Сквозь слезы наша героиня рассказывает свою историю. В 83 года боится ночевать одна. Внуки живут отдельно. Грунтовые воды уже несколько лет подмывают дом. И сегодня он одной половиной ушел под землю. Все отходит здесь. Здесь тоже бабушка старалась что-то запихать сюда, в эту щель. Потому что все отошло. Огород. С ним отдельная история. Растет на этой затопленной земле теперь только камыш. Огород, если уже даже камышом зарос, ничего не взяли. Ни картошки, ни луку, ни, ну, как говорится, пусто все. Интересно то, что дом официально признан непригодным для проживания. Смотрим бумагу за подписью мэра Кариха. А вот другой документ. Спустя две недели после муниципальной власти ответ пишет министр строительства региона. Сверлана Свиркина сообщает, жилой дом пострадал не во время летнего ЧАЭС. К нам обратилась Клавдия Исаковна. Мы можем сказать, что ее помещение признано непригодным для проживания. Оно пострадало от поднятия грунтовых вод. Поэтому адресная поддержка будет оказана и ей, и всем остальным гражданам, которые находятся в данной ситуации. В том числе и для решения таких вопросов Иркутская область запустит вслед за федеральным центром обширную программу реновации. В начале марта вице-спикер России Марат Хуснулин в Иркутске также акцентировал внимание на теме ликвидации аварийного жилья. Подготовили подходы по ускоренной ликвидации аварийного жилья. Целый ряд предложений, как и в зоне подтопления, так и отдельно. Мы в порядке пилота готовы просмотреть возможность ускорения этой программы. Я просто смотрю, как прямо за нашим огородом прорывает дамбу. То есть ручеек бежит, и потом так бум! И начинает вода, вот просто во все щели сочится, заборы новые. Она не может прорваться сразу, начинает дом огибать. Вот наш дом затопило первым. Своя история есть и у многодетной матери из Тулуна Оксаны Беломестных. Дом, в котором прожили семь лет всей семьей, первая волна наводнения не пощадила. Его построили в самой пойме реки Ии, поэтому и смыло полностью. Он просто уплыл. А она, стоя на горе, долго смотрела ему вслед. Я не понимала вообще, как это происходит. Я в жизни не видела наводнения. Семья Оксаны переехала в квартиру, купленную на жилищный сертификат в конце августа 2019-го. Признается, трудностей перенесли немало. Где-то сталкивались с непониманием, где-то с бумажной волокитой. Но преодолев большинство препятствий, благодарит неравнодушных. Нам помогали люди. Если бы нам люди не помогали, мы бы были, наверное, и голодные, и раздетые. Когда выключаем камеру, спрашиваю, нужно ли еще что-то сейчас многодетной семье. Оксана переживает не за себя, беспокоится о детях. Пандус бы к подъезду говорит. Есть вариант установки пандуса. Это путем внесения необходимых рекомендаций в индивидуальную программу реабилитации, реабилитации инвалида. Я думаю, что, наверное, это будет быстрее сделать для Оксаны, внести изменения, приобрести вот эти вот пандусы. Для приобретения пандусов она может обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства. Эта территория Тулуна летом 2019-го пострадала наибольшим образом. Здесь полностью затопило сотни домов. И вот теперь все они идут под снос, и летом здесь появится большая лесопарковая зона – зеленый уголок Тулуна. Выращивать саженцы будут здесь, в Тулунском лесопитомнике. Бизнес у семьи Обросимовых 13 лет. Своё имя завоевали трудом. В сезон свыше тонны семян. Все первого класса. Это значит, что гарантия всхода у них 96%. Всё начинается с шишки. Её сушат, перерабатывают. Вот из этих 700 килограммов у нас завтра будет, завтра её на закрошку поставят, послезавтра будет 11, как минимум, килограмм семян. За все годы лесопитомник вырастил 2 миллиарда сосен. Не так давно закупили новую итальянскую линию по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой. Машина всё делает автоматически. Сегодня в планах провести реконструкцию цеха, увеличить объёмы до 4 миллионов саженцев ежегодно. А для этого и новые рабочие места откроют. Вот это самое главное, что люди будут обеспечены работой. Люди останутся здесь. Я думаю, что востребованы будут, потому что люди у нас все всё равно хорошие. И вот посмотрела, я говорила о том, что у нас работают все, конечно, только с высшим образованием. Со специальным высшим образованием. И не только сосны. На небольших площадях и, по сути, в зоне Паводка районируют и западные культуры. Тую, дуб, голубые ели, липы. После масштабного потопа, рассказывает владелица семейного бизнеса, тем более такое предприятие нужно территории. И это понимают власти. Внимание всё, которое сейчас к нам развернулось. Помощь эта вся бизнесу. Действительно, я ощущаю, что помощь она есть. Тулун три месяца назад получил статус территории, опережающего социально-экономического развития. Пока «Резидент-1» – предприятие по производству дикоросов. Для Омана-города это реальный шанс привлечь к себе инвестиции. Полностью пережить последствия наводнения, а дальше по цепочке создать новые рабочие места. Это территория с особыми официальными условиями. То есть, представляются меры поддержки, в том числе и льготы по уплате налогов, социальным платежам. Все наши герои разные. Эмоциональные и не очень. Одни просят помощи, другие могут помогать сами. Но каждый готов поведать свою историю. И к их историям мы еще обязательно вернемся. Рассказать о решении наболевших вопросов. Яна Романова, Константин Синицын и Александр Барановский. Аист ТВ. Вы смотрите Аист ТВ. Это программа «Итоги дня». И мы продолжаем выпуск. Российский рубль снова подешевел. До 80 за 1 доллар евро превысил 88 рублей. Это рекордный минимум за последние 15 лет. В результате наша валюта стала второй по нестабильности в мире. Опережает ее только мексиканский Песо. Обвал курса произошел на фоне падения цен на нефть. Еще одна причина – нестабильность мировой экономики из-за эпидемии коронавируса. Инвесторы начали скупать доллар. В связи с дефицитом его цена возросла. Изначально, когда эта история с нефть начиналась, центральный банк заявлял, что они в состоянии стабилизировать рубль. Ощущение, что сегодня никаких мер стабилизации не происходит, потому что рубль прыгает совершенно хаотично и непредсказуемо. В этих условиях сегодня во всем мире центральные банки и государства поддерживают граждан. Очень много вопросов возникает, почему сегодня государство не предпринимает каких-то мер по глобальной поддержке. Зима снова вернулась в Иркутскую область. Сегодня с самого утра несколько часов продолжался сильный снегопад. Замело дороги на трассах гололед. Температура тоже понизилась. В Иркутске днем было около нуля. А вот сегодня ночью в северных районах региона ожидается до минус 17 градусов. Если возвращаться к снегу, то для первого весеннего месяца сегодня выпало достаточно много осадков. Сказать пока, сколько миллиметров выпало, мы не можем точно. Но по нашим прикидкам где-то 4-5 миллиметров. При месячной норме марта в 13 миллиметров. То есть, ну, где-то половина месячной нормы, можно так сказать, пока предварительно. А в социальных сетях уже, как обычно, в связи со снегопадом появились ролики, как автомобили скользят по заснеженным дорогам. Иркутск должен стать городом трудовой доблести. Об этом заявил в Рио губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем послании. Уже готово соответствующее ходатайство. Тем временем в областном центре собирают подписи в поддержку этой инициативы. В городе регулярно работают волонтеры Победы. После сбора информации они подготовят официальное письмо главе региона. Иркутск должен стать городом трудовой доблести. В годы войны Иркутск сделал большой вклад в Победу. Поэтому он достоин этого звания. И я уже сегодня подпишу все документы на обращение президента с ходатайством о присвоении Иркутску города трудовой доблести. Для нас очень важно, чтобы подвиг советского солдата в годы Великой Отечественной войны, трудовой подвиг, он был и оставался в памяти народной. Вот именно поэтому сегодня мы собираем подписи в поддержку инициативы временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева о присвоении Иркутску звания город трудовой доблести. Сегодня уже за час практически собрали больше ста подписей. Помочь Иркутску получить почетный статус может каждый. Волонтеры Победы дежурят в скверах, возле торговых центров и в других местах. Также оставить подпись можно на интернет-площадках. Сегодня он проснулся героем. 32-летний Михаил Дмитриев из Иркутска накануне спас несовершеннолетнюю девочку от неминуемой гибели. Девушка выпала с балкона 14 этажа. Отважный поступок не остался незамеченным и видео чудесного спасения разлетелось в соцсетях за считанные минуты. Мадина Халикова и Евгений Шарыпов встретились с Михаилом и узнали у него все подробности. Это видео за пару часов облетело все социальные сети не только Иркутской области, но и России. На кадрах двое мужчин на лету поймали выпавшую с балкона молодую девушку. ЧП произошло на улице Байкальской в микрорайоне Солнечном около семи часов вечера. На телефон аварийно-спасательной службы Иркутска поступил звонок о том, что на балконе 14 этажа сидит несовершеннолетняя. Буквально минута потребовалась сотрудникам МКО «Безопасный город», чтобы экстренно выехать на место с базы на улице Пескунова. Добрались до микрорайона быстро. Весь вечер общественность Иркутска пыталась узнать, кто же тот самый герой, который спас девушку от необдуманного поступка. Интрига длилась недолго. Им оказался 32-летний сотрудник аварийно-спасательной службы, который уже 11 лет занимается любимым делом и считает работу своим не только служебным, но и гражданским долгом. Сегодня мы вместе с Михаилом выехали в тот самый двор. Он рассказал, как только прибыли на место, развернули куб жизни. Сам же спасатель поднялся на 13-й этаж к соседям. Вместе с владельцем квартиры Михаилом Оспановым наш герой пытался отлечь Иркутянку и не дать ей погибнуть. Я пытался с ней войти сначала в доверие к ней. То есть узнавал, сколько ей лет, как у неё дела, почему она решилась на этот шаг. Попытался с ней как-то найти общий язык для того, чтобы пытался уговорить её забраться назад. Перелезть, чтобы уже продолжить разговор, диалог, на что она никак, можно сказать, не реагировала и уже попыталась прыгнуть. В последний момент что-то произошло с ней, и она передумала. Но в этот момент прыжка она схватилась руками за парапет, а ноги у неё сорвались. Я был готов её пытаться поймать в момент прыжка её изначально с балкона. Но когда увидел то, что ноги её свисли, быстро забрался на подоконник и на парапет балкона и схватил её за ноги. В тот момент она как раз отпустила руки и полетела вниз. После поистине чудесного спасения несовершеннолетнюю девушку передали сотрудникам полиции и скорой помощи. Обстоятельства случившегося ещё предстоит выяснить. А наш герой Михаил Дмитриев после этого происшествия как всегда вернулся на службу. Его дежурство продолжалось. Во время разговора мы узнали, как к своему поступку относится сам спасатель. Михаил Дмитриев уточняет – себя героем не считает. В очередной раз тобой гордимся. Девочку скорая помощь доставила в областную больницу сразу после ЧП. Сейчас она находится под наблюдением врачей. И наш выпуск на этом завершён. Спасибо, что вместе с нами подвели итоги дня. Будьте здоровы и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова